Привет любителям шашек. Сегодня я хочу показать вам партию, которую я играл в 2004 году в полуфинале чемпионата Украины против Артёма Прокопенко из Киева. Я белыми, Артём чёрными. Так, значит дебют нам выпал вот такой А4Б, АЖ5Б, опять же А4. Я играю А4 и Артём ФЖ5. Вот такой вот ход чёрных позволяет белым провести интересный план. В принципе стандартный план в этих позициях это вот такое вот вторжение. Как правило кто вторгается у того и преимущество. Ничего я не знал вот в плане там теории или каких-то знаний этого дебюта. Вообще никаких не было. Поэтому пришлось тратить время на расчёт вариантов. Чёрные ответили БЦ5. Вот тут кстати я потом посмотрел, что можно здесь играть АЖ7, БА3, ЕФ6 и чёрные потихонечку уравнивают игру. Но чёрные пошли БЦ5. Этот ход не проигрывает, но приводит к интересным вариантам. Я здесь вторгся ЕФ6. В этот момент Артём немножко так удивился, отпешил можно так сказать. Оказывается, что нападать на эту шашку нельзя. На это следует вот такая комбинация. То есть поддавали и белый в дампах. В торсе можно было вот таким образом провести разменчики. Здесь поприятнее чуть-чуть белых. Может быть вот так вот играть. Ну в общем надо смотреть. Или же ВА. В общем тут надо считать варианты. Эта позиция могла быть, но Артём здесь пошёл АБ6. И здесь я долго считал. В итоге я пошёл БЦ3. Значит здесь есть два плана. Первый план это мой план, который я избрал в партии БЦ3. И второй план это компьютерный. Покажу сразу компьютерный план. Который впоследствии показал Василий Наумик. Значит. Ход АЖ3. Идея здесь в чём. Опять же белые, чёрные не могут нападать. И всё же из той же комбинации. И значит БА7, БЦ3. Нападение по-прежнему невозможно. СБ4, СД4. БА3, ДЦ3. ДЦ5 хода нет, поэтому надо БЦ5. Напали. Чёрные временно пожертвовали шашку. И теперь шашку отыграли. И ФЕ5. С инициативой в белых. Значит это компьютерный план. Я этот план до конца не видел. Да и побоялся немножко. Поэтому я здесь пошёл БЦ3. Дальше было СБ4, СД4 и ДЕ5. ДЕ5 уже, можно сказать, почти вынужденно. Тут альтернатива какая? Уходить нельзя, потому что я просто сюда вот так комбинацию провели. Можно было пойти допустим на Ж7. И после размена такие вот бортовые шашки у чёрных похуже. Чёрные здесь в партии сыграли сюда. Я побил этой. И побили. И АБУ2. Значит, вот как я оценивал эту позицию. Чёрные перебросили свою шашку с Д6 на Ж7. И теперь у них левый фланг перегружен. Поэтому я оценивал эту позицию как для себя с лучшей стороны. И в конце концов мне удалось партию эту выиграть. То есть в партии дальше была БА5, ДЦ5. Я уже не помню, как там дальше было. Но чёрные защищались не лучшим образом. И партию проиграли. Интересную возможность я обнаружил в домашнем анализе уже после партии. Оказалось, что на вот этот ход белые, кроме вот этого взятия, ещё имеют возможность вот такое взятие сделать. И если бьёт сюда, сюда и АЖ3. Вот такая интересная странная позиция. То есть у чёрных на шашку больше. Но ходов практически нет. То есть сейчас ход чёрных. Сюда нельзя. Потому что я тут сразу побежал в банки. Всё. Такого хода нет. То же самое. ЕФ4. Остаётся единственный ход. Это нападение ФЖ7. Белые отыгрывают шашку. И вот этот рожон очень сильно сковывает действие чёрных. Допустим, Б3. Это ошибочный ход. Тогда белый драйвов ДЦ3. Такого хода нет. Допустим, сюда, сюда. Дамку ставить нельзя. Сразу тут шашку так отдать. Ой. И пойти сюда. Тогда сюда. Опять ставить дамку нельзя. А если сюда, я побью здесь. Побью здесь. И во-первых, лишняя шашка. Во-вторых, правит. Единственный ход это сюда. И здесь дальше. Так. АБ2. Опять два хода. Б3 и ЕД6. ЕД6 плохо. Теперь грозит ход белых ДЦ3 и ДЦ4. Поэтому ход чёрных практически вынужденный. Туда вот такой стандартный механизм. И опять же с атакой на фланг. У чёрных довольно-таки опасная ситуация. Так. Так. Значит, на АБ2 надо играть БА3. БЦ3. ЕД6. Размен. Чёрные, возвращая шашку, идут в дамки. Ну и это окончание ничейное. Несмотря на то, что чёрные здесь могут или сразу, или потом поймать белую дамку. То есть дело в том, что будем выразить сейчас двойная петля. Чёрные должны куда-то уйти. Ну и это окончание оно ничейное. Но опять же, чёрные нужно соблюдать осторожно за счёт того, что у белых две лишние шашки. На этом всё. Спасибо за просмотр. На моём канале много других шашечных видео. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик и тогда вам будет приходить уведомление о новых видео.